И в продолжение темы образования завершился региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года». С 19 февраля по 10 июля педагоги области доказывали свой профессионализм, проводили открытые уроки. Конкурс проходит в четвертый раз. Главная задача – поощрить талантливых учителей, повысить престиж специальности и популяризировать передовые идеи в образовании. О том, какие возможности открывает «Мастер года» для профессионалов, расскажет гость студии. Сегодня это Евгений Русинов, мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникума, победитель регионального этапа всероссийского конкурса в одной из номинаций. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как для вас прошел региональный этап? Был море переживаний, впечатлений. В первом этапе участвовало более 120 человек, во второй этап прошли уже 49. За спиной колоссальный труд, который занимал много сил и времени по подготовке, по подбору портфолио, по подготовке к уроку. Но я не жалею о потере такого времени, это только взбодрило и дало свои результаты. Вам не впервой быть участником. Мы знаем, что в 2022-м вы уже участвовали в конкурсе, заняли второе место. Может быть, поделитесь мыслями, чего не хватило до победы, что помешало достичь абсолютного результата? Я участвовал в другой номинации. Это была номинация «Педагогические надежды». И так как стаж работы в техникуме был три года, сказался малый опыт работы. Это, так сказать, первые шаги в качестве мастера и преподавателя. А в этом году я решил попробовать себя в другой номинации. По прошествии нескольких лет наработал больше опыта работы со студентами, участвовал в различных конференциях, мероприятиях. И мои методические разработки на данный момент участвовали в региональных и межрегиональных конкурсах, где занимали победные места. Одним из этапов конкурса было проведение уроков с незнакомыми для вас учениками на базе другого колледжа. Насколько сложно было работать так? Урок проходил на базе Алексеевского агротехнического техникума, где в этот день давал урок не только я, но и три конкурсанта. Все конкурсанты находились в одних и тех же условиях. Спасибо отдельное, хотелось бы сказать, техникуму за предоставленные материалы и оборудование. Целью урока не являлось научить детей чему-то новому, а закрепить полученные ранее знания. И моей личной, наверное, задачей являлось то, чтобы урок ребятам запомнился и понравился. С первых минут урока было понятно, что у меня это получится. Ребята активно включались в работу. Евгений Юрьевич, вас уже можно назвать опытным участником такого конкурса. Скажите, на ваш взгляд, каким он должен быть? Может быть, что-то вы могли порекомендовать, добавить? Ну, знаете, мастер года, я, наверное, отвечу так, это не титул, а признание твоего педагогического мастерства. Нужно любить свою профессию, нужно любить своих студентов и направлять эту работу на достижение студентами профессиональных целей. Что вам дало участие в этом конкурсе? Как вы считаете, для чего вообще в нем участвовать? Конкурс – это, как правило, новый опыт, новые знакомства. Это самоутверждение, надо познать, на что ты способен. Поднятие социального статуса. После конкурса, я так думаю, мне удалось поднять авторитет в педагогическом и студенческом коллективах. И для коллег я хотел бы сказать, что не надо бояться выступать, показывать свои профессиональные навыки. В дальнейшем надо участвовать, надо показывать, развиваться. Какая-то уверенность внутренняя в себе появилась у вас? Ну, конечно, появилась. Сейчас с подготовкой к конкурсу, к финальному этапу, есть прям уверенность такая вот серьезная. Ну, как раз поговорим теперь о финальном этапе конкурса. Как вы к нему готовитесь? Какие ожидания? Чего бы хотели? Со мной работают методический кабинет ЦОП Белгородской области, методисты Белыра, где мы рассматриваем все возможные варианты педагогических ситуаций для разбора в дальнейшем. Есть такое задание на этапе в финале. И рассматриваем все возможные варианты проведения самого урока. Вносим какие-то коррективы, вносим изменения. Цель урока не меняется, меняется сама структура подачи знаний. Евгений Юрьевич, как вас поддерживают близкие и семья, и друзья? Вы готовитесь к финальному этапу. Наверное, это очень важно понимать, что ты не один. На протяжении всего конкурса меня поддерживал коллектив моего техникума. Ведь победа в данном конкурсе – это не одиночная победа. В таком конкурсе одному победить нельзя. Это коллективная работа, командная работа. За что я отдельно благодарен. И, конечно же, поддерживала семья даже в те моменты, когда уже опускались руки. Мы верим, что у вас все получится. Желаем вам удачи, чтобы вы приехали с победой. И спасибо, что стали гостем нашей студии. Спасибо вам.